В эфире информационный блок Доброе утро Таллин. У нас в гостях старший научный сотрудник Института геологии Таллинского технического университета Алла Шагенова. Здравствуйте. Вы недавно номинировались на звание «Горожанин года», в частности за участие в разработке новой технологии, которая могла бы спасти нашу сланцевую промышленность. В чем суть этой технологии? Дело в том, что при использовании ископаемого топлива, в том числе нашего эстонского горячего сланца, при его сжигании производится много углекислого газа. Поскольку Эстония подписала, ратифицировала Парижское климатическое соглашение, взяла обязательство до 2030-2050 года уменьшить выброс углекислого газа, то, конечно, начались обсуждения вопроса, что горючие сланцы Эстонии больше не нужны. Однако существует технология улавливания и геологического хранения углекислого газа, которая позволяет продолжать использовать наши эстонские горючие сланцы и при этом сократить выбросы углекислого газа. Ну, то есть улавливание углекислого газа может производиться прямо на электростанции или на другом промышленном предприятии, которое производит много углекислого газа. И дальше углекислый газ можно сжимать, его можно использовать, продавать и транспортировать по трубам в какое-то геологическое подземное хранилище. И в хранилище оно тоже может кому-то пригодиться? И когда его транспортируют, да, например, такое хранилище может быть выработано месторождение нефти и газа. И тогда этот углекислый газ помогает получить дополнительную нефть и газ, которая в противном случае осталась бы под землей. Пока ломаются копии вокруг Пыгзита, так называемой программы выхода из сланцевой промышленности, вообще обращались ли к вам за консультациями, за технологическими решениями? Ну, во-первых, мы занимаемся этими вопросами, разрабатываем эти технологии в рамках двух европейских проектов «Горизонт-2020». Мы участвуем в двух проектах. Во-вторых, конечно, еще лет 8-9 назад к нам обращалась компания «Эстинергия», и мы делали для нее исследование, где и как можно осуществлять геологическое хранение облики и кислого газа. Но известно, что Министерство окружающей среды совместно с нашей эстонской научной агентурой объявили, можно сказать, конкурс или проект, который должны на эту тему сделать эстонские университеты, в том числе и Талинский технический университет, и Тартусский университет будет участвовать. То есть они, можно сказать, заказывают такое исследование, такую работу, она будет проделана в течение двух следующих лет, и они там сосредотачиваются на улавливании и использовании углекислого газа. К сожалению, известно, что та технология использования углекислого газа, которая приемлема для Эстонии, то есть можно использовать углекислый газ, чтобы соединить его с залой горючих сланцев, которая является как бы опасным отходом щелочным. В результате образуется полезный продукт, и это очень дружелюбная технология, но при этом процессе максимум 10% углекислого газа от крупных производителей углекислого газа в Эстонии можно удалить, так сказать. Тем не менее, это не так уж мало 10%. А как Вы думаете, Ваша технология может окупиться когда-нибудь? Ведь процесс, который Вы описали, выглядит недешевым. Жать газ, транспортировать его по трубам и так далее. Да, эта технология, в принципе, как и любая новая технология, недешевая. Но все зависит от также цены на тонну углекислого газа в европейской торговой системе углекислым газом. И вот надо сказать, что последние 5 лет средняя цена была 7 евро. А вот в этом году она, к удивлению почти всех, подскочила до 20-25 евро с прогнозом до 35-40 евро. И вот если эта тенденция пойдет дальше, то это значит, что эта цена превысит или сравняется со стоимостью технологии на одну тонну. И мы такие оценки получали, как 37 евро на одну тонну в наших сценариях. И это значит, что у нас сейчас появились реальные перспективы, даже экономически недорого для Эстонии осуществлять такую технологию. Так что сейчас, в принципе, дело принимать решения нашей политики, наше министерство, наше правительство. Они должны принимать решения об инвестициях, чтобы начинать внедрять эту технологию. Не исключено, что откроются новые перспективы и для вашего проекта. Спасибо за эти разъяснения. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был старший научный сотрудник Института геологии Таллиннского технического университета Алла Шагенова.